Третий сезон От вернулся. И какой шокирующий финал у первой серии. Город оказался в положении, в котором раньше не бывал. Люди начали враждовать, и раскол, похоже, станет главной проблемой из-за отравленной почвы и истощения запасов. Выживание среди ночных тварей стало лишь одной из многих проблем. Табита проснулась в Мэне сразу после финала второго сезона. Разберем серию подробно. Вот объяснение концовки первой серии третьего сезона От. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки главной темой серии стало то, что город оказался в тяжелом положении из-за нехватки припасов и ресурсов. Почва была отравлена, что означало, весь урожай, на который рассчитывали, сгнил, и они столкнулись с нехваткой еды. Это вызвало панику среди всех, и дом Тяньшэнь штурмовали, так как у нее были запасы в подвале. Кроме того, это создало зависимость от скота, который у них был, в том смысле, что это было единственное доступное мясо, но в то же время животные рассматривались как ресурс, так как давали молоко и яйца, поэтому их нельзя было просто всех забить на мясо. Эта паника и страх среди жителей были тем, что, как мы видели, монстры использовали, применяя это как оружие в финальные моменты эпизода, когда произошла засада. Они проявили более умную сторону, намеренно эксплуатируя факт зависимости людей от этих животных. Их отпустили на улицы, и Бойд, Джейд и Тяньшэнь ловили их ночью прямо посреди дороги. Это был тактический ход, и их логика оказалась довольно неожиданной. Однако это показало иную силу. Они словно знали, что те пойдут в сарай и запрутся там, несмотря на талисман. Но там уже были существа, которые терпеливо ждали и затем напали. Итан понял, что козу Альму, которую он любил, скорее всего придется убить, чтобы люди выжили. Это привело к диалогу между ним и Бойдом. Можешь убедиться, что Альма будет первой. Так ей не придется видеть, как умирают ее друзья. Он смотрел на это милосердно, подчеркивая, что умереть первым, не видя смерти любимых, лучший исход. Этот диалог имел особое значение, и это предвещало финальные моменты эпизода, где мы видели, как Бойда связывают и удерживают, умоляя ковбойское существо убить его, но отпустить тяньшеня. Но существо этого не сделало, зная, что для Бойда будет куда мучительнее видеть, как убивают и умирают дорогие ему люди, чем просто избавиться от страданий. Как сказала существо, это было бы слишком просто. Оно напомнило, как Бойд говорил, что его никогда не сломить. И существа решили показать ему, что сделают все возможное, чтобы сломать его, даже если придется убить всех, за кого он чувствовал ответственность в городе, оставив его в живых. Мрачный и по-настоящему пугающий финал эпизода. Слышны лишь крики, и крупным планом видно, как Бойд смотрит на нее, пытаясь успокоить, говоря, какая она сильная. Это был очень грустный момент, показавший, что существа теперь действуют по-другому. На этот раз у них другой подход. Кенни в начале эпизода сказал, что знает, каково это, потерять родителя, и не хотел, чтобы Итан и Джули пережили это, поэтому и ушел с Джимом. Вот почему он отправился с Джимом. Находясь в лесу с Джимом в этом эпизоде, по возвращении он будет совершенно разбит. Возможно, даже почувствует вину из-за того, что его не было рядом, когда умерла мать. Это может отправить персонажа по спирали и слегка изменить его путь. Что касается Джима и Кенни, Джим хотел пойти в лес искать башню, зная, что там было последнее местонахождение Табиты. Пока они были в лесу, они не видели паутины, о которой говорил Бойд, того, что указывало бы на верное направление. Вместо этого они нашли хижины и странные статуи, значение которых осталось неясным. Решив остаться в одной из хижин, ночью они услышали шорохи снаружи и стук в стену. После этого Джим понял, что Табита не хотела бы, чтобы он оставил и Тана, и Джули одних ради поисков. Ведь случись, что с ним, дети остались бы совсем одни, без поддержки. Узнав о случившемся по возвращении в город, Джим и Кенни, вероятно, изменят свой подход, осознав, что могли потерять детей той ночью. Финал второго сезона показал, как Табиту вытолкнули из окна башни после слов мальчика в белом «Это единственный выход». В начале нового сезона мы видим Табиту в больнице в Мэне, сумевшую выбраться. Ее нашли туристы у тропы, она была без сознания несколько дней. Она испытывала бурю эмоций, потому что она была в безопасности, но без семьи, и не могла ни связаться с ними, ни найти способ их спасти. У нее был только ланчбокс от Виктора, а внутри – адрес его детского дома. По этому адресу ее встретил отец Виктора, удивленный ланчбоксом сына 30-летней давности. Думаю, история Таби становится все интереснее. В разговоре с матерью упоминалось, что полиция ищет ее семью, а детектив оставил свою визитку. Теперь, когда Таби нашлась целой и невредимой, а Джим и Тан и Джули пропали, не станет ли она подозреваемой в их исчезновении? Ее семьи. Если она расскажет правду, ее наверняка сочтут сумасшедшей, и они ей вряд ли поверят, так что ей предстоит нелегкая борьба, пытаясь доказать невиновность в этом сезоне шоу, особенно когда власти приблизятся к ней. Но помним, она видела мальчика в белом, махавшего ей на улице, так что она не совсем избавилась от этого. Может, это еще один уровень, в котором она застряла? Мой отзыв об эпизоде. Я считаю, это было отличное начало сезона. В нем было все необходимое. Он продолжил финал второго сезона, будто мы и не покидали шоу, а каждая сюжетная линия была достаточно насыщенной. Напряженная атмосфера из-за нехватки ресурсов и надвигающейся холодной зимы постоянно ощущалась, и кажется, что ситуация будет только ухудшаться. Когда люди впадают в отчаяние, они начинают вести себя иррационально и делать то, чего обычно не делают. Мы видели панику в первой серии, но дальше будет еще хуже. Монстры были такими же жуткими, как и раньше. Их нечеловеческий облик долгое время был очень пугающим. Их вопль и огромная сила просто леденят кровь. Сцена с коровой была неожиданной и жестокой. Финальная сцена была самым ярким моментом серии. Сцена была эмоциональной. Чувствовалась боль Тяньшеня и ответственность Бойда. Он несет бремя всего города на своих плечах, и ее убийство было намеренно сделано, чтобы заставить его страдать. Это было жестоко и наверняка нанесет ему психологическую травму. В этом эпизоде мы не так много узнали о Джиме, но то, что мы рассказали о том, в каком направлении вероятно пойдет персонаж. Он разрывается между желанием найти свою жену и быть рядом со своими детьми в то же время, как они даже уходят и ищут ее сами, так и он собирается, чтобы ставить их на первое место, двигаясь вперед. С точки зрения премьеры, в этом фильме было практически все, что вы хотели бы. Так что это, это не только задало тон на оставшуюся часть сезона, но и заставило меня с нетерпением ждать этого. Что именно произойдет в следующем эпизоде? Существа мучают, что на этот раз имеет совершенно другой смысл и ощущение. В фильме так много слоев, что кажется, что они будут исследованы в этом сезоне. И я не могу дождаться. Давайте перейдем к следующему эпизоду. Итак, вот оно, начиная с первого эпизода третьего сезона «Объяснение концовки». Если вы хотите просмотреть... Субтитры сделал DimaTorzok